Переходим к новостям церковной жизни российских регионов. В Свято-Семеновском кафедральном соборе Челябинска глава митрополии Владыка Феофан возглавил службу, называемую «Марийным стоянием». Святая Мария Египетская, некогда великая грешница, через покаяние взошла к высотам праведности. И, по слову архипасторя, жизнь ее – урок всем нам. Сюжет наших южноуральских коллег. Богослужение это широко известно среди верующих. Великий покаянный канон Андрея Критского читают на нем полностью единственный раз в году. Кроме того, в этот день прочитывается канон и житие преподобной Марии Египетской. По этой особенности служба называется «Стоянием Марии Египетской» или «Марийным стоянием». Канон побуждает верующих к посту и покаянию. Этой же цели служит и чтение жития преподобной Марии Египетской. Некогда великая грешница, она через покаяние взошла к высотам праведности и считается одной из самых великих святых в истории церкви. Митрополит Феофан по окончании богослужения обратился к верующим с кратким наставлением. Чтение Великого канона, житие преподобной Марии Египетской – это не просто некая традиция, это мудрое напоминание церкви. С одной стороны, до какого падения может дойти человек, как Мария Египетская. С другой стороны, как силой Божией и твердым желанием покаяния может очиститься человек. Но для этого надо просто над собой трудиться. Беда нашего общества, что порог перестали называть порогом. Продолжение следует...